Чистой воды становится все меньше и в Байкале. Виноват флот. Отходы судов попадают в озеро, хотя должны попадать в переработку. Занимается ей единственное судно. Шанс спасти озеро, повысить эффективность работы. И такой проект есть о нем в материале ЛАД Рыбаковой. Это судно пришвартовано в порту. Байкал не выходит в рейсы с прошлого тысячелетия. Тем не менее, оно работает. Не отходя от причала, судно принимает с катеров и кораблей так называемые подсланевые воды. Испачканные мазутом, машинным маслом и дизельным топливом, они скапливаются на самом дне в любом трюме. Смертельно опасная смесь для обитателей озера. Она есть на борту 10 тысяч маломерных судов и около 400 крупных. И это только на Южном Байкале. Теплоходов становится, скажем, больше и больше. Стало много частных. А как они перерабатывают, никто не знает. Куда они сдают, тоже не знаем. Знать технологию переработки нужно досконально. Николай Лымарь за 12 лет изучил оборудование так, что работу клавиш и рычагов на пульте управления узнает не по световым индикаторам, а по звуку. Чтобы вода отделилась от нефтепродуктов, смесь прокачивают через несколько емкостей. Одна из них и есть станция переработки. Получившийся мазут отправят в Ангарск. Отфильтрованную воду, в том числе из корабельных канализационных стоков, дополнительно обеззаразят озоном и проверят в лаборатории. А если анализы не проходят, то процесс переработки повторяется заново по кругу ее. По кругу должен курсировать и сам самотлор, так называется судно. Планируется, что он будет собирать канализационные и подсланивые воды со специальных барж. Их разместят в самых оживленных районах озера. Всего от 6 до 8 штук. Так судоводителям будет удобнее, и они не будут игнорировать свои обязанности. Для этого на самотлоре нужно заменить двигатели. И частично сами очистные сооружения. Владельцам судна это не по карману. Это, наверное, межрегиональный проект, потому что здесь не только Иркутская область и Республика Бурятия. Мы примерно посчитали стоимость инвестиций по всем этим мероприятиям. Инвестиции составят 250 миллионов рублей. Примерно. Тут без помощи государству не обойтись. Государство заинтересовано, но нужна целевая программа. Пока за чистоту байкальской воды вместе с самотлором борется небольшое частное судно. На его борту инновационная установка по автономной переработке технических и бытовых отходов. Судите об успехе проекта пока рано. Не было бы поздно прилагать такие усилия, считают экологи. Живой индикатор загрязнения водорослей Спирогира захватывают акваторию Байкала с каждым днем. Времени для спасения озера остается все меньше. Лад Робакова, Владимир Пинаев. Новости по будням.